сейчас мы с вами посмотрим так сказать прогноз на этот вирус коронавирус каким образом он будет идти по россии что ждет нас после этого и так далее первый вопрос который мы задаем когда же наконец закончится эпидемия коронавируса ну значит что мы можем видеть ну на во первых конечно же март мы еще в коронавирусе сидим до апрель у нас еще есть отголоски коронавируса май отголоски коронавируса есть значит июнь отголоски продолжаются но это уже опять же отголоски да значит июль мы видим что он еще присутствует но присутствует как-то не в таком формате как сейчас вот и август у нас происходит мутация коронавируса то есть к осени мы придем все-таки концу осени я думаю мы придем все-таки с новым вирусом уже не коронавирусом а мутирующим вирусом и уже с другим названием насколько он будет он будет опаснее вообще о вирусе говорить опаснее не опаснее звучало бы странно потому что в принципе у нас ежегодно приходят различные вирусы в россии в том числе вот и каждый из них опасен для определенного слоя населения до в основном у тех у кого слабый иммунитет вот и любой вирус всегда мутирует включая вирус гриппа да и на лето любой вирус имеет свойство ну как бы глохнуть немножко да и вирус когда он попадает человек достаточно разумное существо вот потому что многим кажется что это некая абстракция это разумное существо и недаром раньше на руси делали такие куклы лихоманки которые оберегают людей от болезней то есть на себя как бы брали вирус разумное существо задача которого попасть в тело человека для того чтобы получить определенный опыт как внедриться в тело человека набраться энергии и на основании этого промутировать вот поэтому любой вирус стремится к своему развитию как человек развивается так и вирус развивается он стремится к развитию чтобы стать сильнее вот поэтому конечно каждый последующий вирус он всегда сильнее предыдущего можно только прошло сейчас просто вижу по кадру к там как будто вы читаете складывание а стати глаза каждый каждый любой вирус это всегда следующий этап следующие мутации естественно население предыдущие потому что это развитие вот как человек растет своем развитии так и вирус растет в своем развитии. Другой вопрос, что и человечество тоже, да, когда мы встречаемся с теми или иными вирусами, мы начинаем соображать, как с ними взаимодействовать, чтобы они на нас не напали. И мы получаем новый опыт, который мы уже получали на протяжении многих веков, с различными серьезными заболеваниями, очень серьезными, с мором, реальным мором, как взаимодействовать для того, чтобы этот вирус на нас не нападал. То есть мы тоже становимся тем самым сильнее, и наш иммунитет становится сильнее, как растет вирус, так и растет и человек. Ну, то есть все-таки, когда закончится коронавирус? Значит, если говорить все-таки о названии таком, как коронавирус, то мы говорим все-таки с вами о том, что мы в течение всей весны будем слышать о нем, и май включительно мы будем слышать о нем, летом будут еще отголоски, то есть не будет так, что вот он пропал, и все, его нигде нету, карантин везде сняли, мы не слышали и забыли, что вообще такое существовало. А осенью мы придем уже к новому этапу, где этот вирус придет уже с новым названием, с совершенно новой системой взаимодействия с человеком. Это уже, можно так сказать, не коронавирус, а некий вирус с другим названием, мутирующий на основании вируса коронавируса. Ну, всех, конечно же, интересует, выживем ли мы после этого коронавируса, насколько он реально... Ну, вы вот сейчас отвечали, да, что те у кого слабый иммунитет, то есть это все врачи говорят, но вот в целом просто сейчас такая фаническая достаточно обстановка в мире. Впервые за много лет мы столкнулись с ситуацией, когда все на панике, все на стрессе. И вот как ваши, что вам говорят на этой карте, то есть что установлено, что мы что это мы пройдем спокойно и будем жить дальше, либо сейчас какая-то такая ситуация, которая все-таки очень сильно поменяет наш мир и наш быт и все остальное. Вообще, надо заметить, очень интересный момент, 2020 год, в принципе, год очень интересный для перемен. Шесть затмений, шесть лунных затмений, коридоры затмений и сама по себе цифра две двойки говорит о том, что будет большие-большие перемены. Две главных планеты, Сатурн и Юпитер, которые руководят этим годом, это показатель того, что именно в этом году будет перемены во власти, в социальной системе, в системе денежной, вот, и вообще в системе духовности, человека и нравственности. То есть люди по-другому начнут воспринимать духовность, нравственность и изменятся очень многие виды мышления, да, у человека и образование в том числе. И, конечно, вирус это как-то, так сказать, кнопка такая запуска, потому что любое событие, это совместное бытие нескольких лиц, да, то есть это некая кнопка запуска на перемены. Как было, уже не будет. Это будет переоценка ценностей, это будет переоценка социальной системы и это будут огромные изменения во власти и в денежных структурах, да, безусловно, это будет и от этого никуда не деться, потому что сейчас экономика обнулиться, как бы, и выйдет на новый виток развития совершенно по-другому взаимодействию уже пойдет во всех странах без исключения, потому что вирус у нас прошел по всем странам и дал знать о себе везде. Поэтому к тому, что было, мы уже не вернемся. Да, мы выживем, да, мы будем жить и эта новая система жизни, она будет более подконтрольная, чего люди очень боятся, да, там, различных чипов там и так далее. Она будет более подконтрольная. С одной стороны, это плохо, человек не любит быть подконтролем, это некий конвой, да, и ощущение, что я не робот, почему за мной надо следить там и так далее. А с другой стороны, это система безопасности, хорошо простроенная система безопасности, потому что если бы у нас предатели Родины сейчас расстреливали, то я совершенно четко уверена, что человек в период пандемии бы не вещал бы с экранов, что вы не бойтесь, давайте поедем там за границу, ну, подумаешь, вирус, и не приезжал бы назад сюда на Родину носителем этого вируса, потому что многие люди являются носителем вируса, об этом не знают, их иммунитет не допускает именно заболевания, да, но он продолжает быть носителем, и человек об этом уже даже не знает, а люди, которые со слабым иммунитетом, рядом с ним, они заболевают. Вот система сейчас изменится, система контроля будет более жесткая во всех странах, людей сейчас готовят именно к этому, да, будет система контроля, но странно воспринимать это только как минус, это Это как и плюс. Это снижение преступности, это снижение вирусных заболеваний. Это большое количество плюсов тоже. Всегда есть и плюс, и минус. Система меняется, конечно. По какому сценарию пойдет развитие вируса, коронавируса в России? Значит, по сценарию китайскому, по сценарию итальянскому. Или будет какой-то свой сценарий? Ну, на самом деле, мы захватим все сценарии сразу. У нас будет свой сценарий, личный симбиоз из того и другого. По китайскому сценарию вирус, конечно, тоже будет. И по итальянскому будут какие-то ситуации. Но у нас будет все равно своя история. Не будет такого большого количества смертей, как в этих странах, вообще не будет. Но, тем не менее, будет огромное количество разбитых судеб. Я бы так назвала это именно не по здоровью, разбитых судеб, а связанных именно с потерей работы. Это будут именно разбитые судьбы, да. Именно связанные с потерей работы. И люди будут на этом фоне именно себя очень плохо чувствовать и сильно это переживать. А так это будет свой собственный сценарий. Чуть-чуть возьмем оттуда, чуть-чуть оттуда. Но большого количества смертей у нас не прогнозируется. У нас больше музыкальный канал, поэтому интересуют. И звезды тоже смотрят, что же будет со звездами, что же будет с артистами, что же будет с их творчеством. Поэтому, там, не знаю, может, нужно разложить и узнать, что нам показывают карты именно творческой составляющей. Как изменится жизнь звезд и вообще, как они переживут коронавирус в плане... Да, концерт уже сейчас отменили. Да, подъем творческий или наоборот спад. Вот что говорят карты интересные. Ну, не могу сказать, что перемены к лучшему. Перемены, конечно, не к лучшему. Ситуация у них сейчас на данный момент очень такая жесткая, нехорошая. Они чувствуют себя, как в тюрьме. Отменены их взаимодействия с внешним миром, на чем они, собственно, и свое творчество продвигают, да, там и так далее. То есть... А здесь карта тюрьмы прямо вообще разнообразная. Вот она, прям карта тюрьмы. Это состояние тюрьмы. То есть их как будто закрыли. Закрыли от внешнего мира взаимодействие с людьми, и у них состояние такое, очень нехорошее состояние старика, я бы обозначила, да. Это когда, ну, неподвижность, да, некая неподвижность. И вроде хочется двигаться, ведь старики тоже хотят жить, двигаться, но нет сил на это, да, нет возможности. А здесь нет возможности именно, да. Двигаться, творить, создавать и так далее. Они находятся в некой панике. Здесь идут и денежные потери, и потери творческого процесса, потому что в состоянии паники человек не в состоянии творить. Вот, а вот девушка с розой тоже это показатель того, что у них проблемы и семейного характера начинаются. Ну, потому что, знаете, здесь такие вещи, проблемы семейного характера. Люди оказываются очень долго вместе, да, на том же карантине, да. И все вот эти острые углы, кто с кем не взаимодействовал полноценно, они вылезать начинают, естественно. Вот, конечно, это период для них сложный, это период потерь, это период, ну, неприятностей, так сказать, и так далее, которые нужно пережить. Кстати, говоря о звездах, я бы еще упомянула такую ситуацию, вот, с Яной Рудковской, да, например, которая публикует в своих социальных сетях о том, что она полетит на Мальдивы, на Мальдивы, не боится она никакого вируса, там, и так далее, призывает людей летать, отдыхать. Я считаю, что это кощунственно, когда звезды, потому что они являются для многих, как сказать, таким кумиром, да, призывают людей действовать против той страны, в которой мы живем. Вот сейчас мы посмотрим, чем потом все-таки это обернется для звезд. Ну, это будет рождение нового, то есть старая там рет, будет рождение нового, вот, совершенно нового творчества, да, продуктивного творчества. Кстати говоря, стоит заметить, что творчество звезд тоже начнет очень сильно меняться. У нас начнется тенденция к «оно», очень сильное в России, что сейчас было не особо так проявлено. Не мужчина, не женщина, а «оно». Вот именно такой тип звезд выйдет на пьедестал, то есть когда себя звезда позиционирует, как именно «оно», да, то есть не женщина, не мужчина, а «оно». Вот это будет новая тенденция в музыке, и именно такие звезды начнут собирать огромные залы. Вот мы сейчас в России идем к этому, именно к такой тенденции совершенно нового восприятия. Вот, и «однополая любовь» тоже будет активно тоже проявляться, да, и в творчестве, и приводить новых, так сказать, фанатов. А это какая карта? Вот, здесь, смотрите, здесь у нас получается, вот у нас идет прогулка по саду, то есть то, что взаимодействия у нас сейчас закрыты, да. А здесь они, вот, они рождаются снова, как творчество, на это нужно время, идет передача даров, то есть нужно время просто, чтобы это прошло. Переданные дары – это то, что сейчас тот опыт, который сейчас есть за границей, да, где тоже различные лица, которые себя позиционируют как «оно», и блогеры, которые себя позиционируют как «оно», набирают огромную, да, там, аудиторию людей. И вот они начинают тоже делать выбор в эту сторону, да, это новое рождение, новый тип взаимодействия, который принесет именно огромное количество и финансов, и, ну, так сказать, популярности и так далее. То есть у нас совершенно новые тенденции на прошлое, но это новый этап, да, новый виток после того, когда закончится вот это вот такое состояние стопора и тюрьмы, потому что на самом деле все сейчас находятся именно в состоянии таком, ну, негативном. Очень модно станет различные клипы, шоу и так далее, основанные на аспекте религии. Вот, все, что где религия, как бы, в клипе используется и так далее, оно станет очень модным и будет тоже приводить новую аудиторию. Ну, у Филиппа Киркорова вышел клип «Романы», где он использовал «Монаших». Вот, да, это будет модно, но он так немножко юмористически сделал, да, то есть, ну, будет разный тип, и не только с юмором. Да, понял, то есть по-серьезному будет. Да, и будут затрагивать разные религии, и это будет приводить новую аудиторию. То есть, какой я делаю вывод, если вот сейчас проговорили, что-то, я что-то буду вставать, но если вот сказать синхрон 20-секундный, подведем итог. Получается, сейчас звезды, как в тюрьме, находятся, испытывают тяжелый период и финансовый, и моральный, и творческий, но когда это все они переживут, у них будет очень новый. Новый подъем, да, и совершенно новое восприятие, да, хорошо. Значит, сейчас звезды испытывают у нас тяготы, конечно, безусловно, они находятся как в тюрьме. Их очень напрягает это состояние, что они могут взаимодействовать с публикой, не могут получать и творческий потенциал новый, и, конечно, новую аудиторию, да. И по финансам это тоже очень сильно ударило. То, когда пройдет этот период, это начнется новый этап творчества, совершенно новый этап. И в этом новом этапе мы увидим новые направления творчества, такие как звезды Оно, такие как клипы с употреблением религии в большом количестве. И это начнет приводить новый-новый формат аудитории и совершенно новый творческий поток. Круто. Все, сейчас сделаем подсъем, во время подсъема обязательно карту. Давайте карту с ними. Карту с тюрьмой, да, покажи-ка. А вы как-то жители. Вот так, давайте, да. Я переживаю, потому что я люблю Россию, на самом деле. Я понимаю, что наши люди – это на вось, жители, которые живут на вось, и которые, в принципе, да, то есть не понимают, что это. Кто-то думает, что это фейкшн, какого вируса не существует, кто-то думает, меня не коснется. И даже вот там… Невидимый враг, потому что. Да, невидимый враг. И вот этот вот призыв к тому, чтобы не слушаться законам государства, конечно, я к этому отношусь очень негативно, потому что я здесь живу, и я не хочу, чтобы, допустим, жители России болели. Неважно, пожилой это человек или молодой человек. И та ситуация, которая сейчас происходит, даже в церквях, да, что они не отменили богослужение. То есть мечети у нас ушли на карантин из одной ложки, потому что они сказали, пить из одноразовых ложек – это не вера в Бога. То есть они являются разносчиками. По факту они пришли туда и потом вышли куда? В общество, да? То есть если бы они были в отсаднике отдельно, хотят – болеют, хотят – нет. Там венец мученицства хотят – одевают, хотят. А также они и к социальной системе выходят, к людям. А также они и к социальной системе выходят, к людям, и 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 к людям.